Доброе утро, мои дорогие! Всем здоровья! Ну и хорошего настроения! Вон подсолнух у меня какой высоченный! Чуть не до высоты забора вырос! Жарко сегодня опять будет! Июль! И что, мои дорогие, включаем новый день! К солнышку повернулись! Орехи уже какие падают! Время летит! Виноград уже какой большой! Ой, какой уже куст вырос! Ой, их так было много! Я с ними боролась, 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 боролась! Они огромные вырастали! Вот этот что-то небольшой! Просто был весь участок в этих кустах! Вырастали здоровые с меня ростом такие стволы, что потом не выдернешь его никак! А сейчас вот вырос один скромненький в уголке! Вот вчера пообрезала с этой стороны, которые отсвели! Надо еще с той стороны пообрезать! А тут уже новенькие распускаются! Болеет чем-то! Листья, видите, какие! Ну вот хочу сказать, а новые уже вот лучше! Уже не такие страшные! А тут-то у меня, видите, какие джунгли-то на крыльце повырастали! Ну вот пошли бы они дальше туда, на балкон, но не идут! Застряли тут! Такой аккомпанемент этот, косилок! Ну что, мои дорогие! Сделала я стеллаж, разобрала все! Все у меня теперь тут как положено! Так, вот показываю! Вот это у меня вот бусинки по цветам! Тут тоже! Это тут где много не разложить! Так, вот это фурнитура! Всякая! Так, тут тоже бусины, фурнитура! Так, тут у меня жемчуг и дерево! Тут цепочки! Тут подвески! Тут красные камни! Так, это у меня янтарь! Ну и всякое тут! Всякое, что нужно! Ладно, хоть одно дело доделала! Уже хорошо! И вот представляете! Мне вот это, вот начиная отсюда, вот это все мне нужно отправить в Питер! Ну, если я на зиму поеду, а оно ж все тяжеленное, я даже ума не приложу! Это во сколько мне обойдется! А если тащить с собой, на поезде ехать? Так оно, опять же, тяжеленное! Ну, ладно, там до поезда мне дотащат там, видите? В общем, не знаю! Не знаю, что делать! Ну, А сейчас мне нужно доделать вот эту тарелку многострадальную! Почему-то она у меня очень тяжело шла! Очень тяжело! Вот! Ну, вот это вы не смотрите, что вот это все такое страшное! Это края тут в салфетке под краской! Я вот этими полубусинками вот это вот все обклею! Вот так же, как я тут начала! и обклею это в несколько рядов! То есть, вот эта вот сама штука будет вся вот в таких бусинках! Вот! А здесь, где вот есть складочки, вот, вот складочка, я это зачищу шкурочкой, мелкой совсем, нулевочкой! и ее не будет видно и вот это вот тоже вот это! Вот! и вы и так не смотрите! Издалека она будет смотреться! Совсем по-другому! Ну, просто вот! Вот даже за метр! Когда смотришь, она будет совсем другая! Я ее покрою лаком! Ну, не блестящим, а матовым! И она будет как... Как копия картины! Это вот оно в процессе видно, что и как! А в результате совсем по-другому! Вот я не знаю, у кого как, а у меня вот, начинаешь одно делать, и вдруг тебе что-то попалось на глаза, думаешь, надо сделать. Вот такие бусинки, несколько штучек. Хотела их сначала пустить на занавеску, а потом думаю, жалко они такие. блестят, переливаются. Ну, пришлось поставить вот такую бусинку разделительную, потому что отверстие большое. Сделаем сережечки. простенькие, но за счет таких бусинок симпатичных. Я думаю, что они хорошо будут смотреться. раз, все тут недолго. ну вот сделала обычный классика такая уж больно они хорошо на свету переливаются сейчас я покажу вам еще какие я вчера сделала из ракушек вот такие вот смотрите какие интересные белые с зеленым вот и кулончик есть такой же но нет у меня девчонки цепочки может вы на золотой цепочки будете носить откуда я знаю но сейчас я вам на манекене покажу такие швензу если нужно я поменяю на застежку просто вчера не могла найти так и кулончик кулончик он чуть побольше самих ракушек они легкие они же пустые внутри за мне кажется прям для летнего варианта просто замечательно ну и вот эти главное их преимущество они очень легкие просто невесомые одни швензы весят и вот посмотрите как они прям на солнышке вот такие вот сережки ну пока все пойду щас чайку попил так дальше работать буду я никуда не выхожу сейчас в жару сижу дома нечего по жаре шастать вот кстати от меня вам лайфхак вот так удобно очки вешать на вешалку на обычную вот куда-нибудь если есть куда в шкаф повесить чтобы они еще и не пылились у меня все пылится потому что дверь открыта весь день на улицу а у нас с дороги пыль летит да и вот что хотела сказать девочки у меня вот двое вот таких очков плюс три вот двое одинаковых они даже не ношеные если кому-то нравится такая форма очков пишите я вам их вышлю хоть две пары но они мне просто абсолютно не идут так и вот такие очки увеличивающие слушайте за них кит бешеные деньги отдавала но я не могу они мне не подходят так что кому надо пишите отправлю чё они у меня висят без дела вы не думайте что я сижу тут без дела я уже сегодня три видео сняла для яндекса но я то там снимаю коротенькие видео ну стараюсь во всяком случае вот сделала калаше вот такое в морском стиле корзинку для прищепок сделала вот теперь надо ходить собирать везде где у меня эти прищепки валяются саша тут с ними играл ну вот такие вот какие то вещи делаю покороче попроще вот и хочу очень поблагодарить татьяну из белгорода но я не буду фамилию называть очень она меня прям порадовала это у меня покупатель месяца спасибо татьяна огромное вам а те мои зрители кто еще не подписан на магазин в инстаграме заходите посмотрите пожалуйста я же для вас работаю и кстати я забыла вам сказать саша моя там добавила ссылку на яндекс дзен хоть там много видео с ютуба моих и старых новых но есть видео которые я не выкладываю на ютубе со всякими поделками дальше будет больше я надеюсь вот так и проходит мой день вот видите вот задекорировала крышку от коробки я ее тут видно вам наверное или не видно я ее подтонировала черной краской немножко так вот по складкам вот так целый день идет так я еще же александре делаю из вологды украшение переделываю правда тут кое-какие проблемы у меня возникли но я думаю что я их решу вот сашенька дорогая я как сделаю что-то я вам пришлю фотографию посмотреть пока туго идет но это часто так бывает время пол седьмого уже надо идти поливать сейчас я сложу все эти пуговицы пойду поливать настя крестница моя с димой сыном андрея улетели калининград прощание в среду ну а больше у меня пока новостей хороших нет марина прилетела из турции но мы с ней тоже пока не общались потому что у нее сегодня похороны у сережиной сестры нины в общем как-то все так ладно пойду поливать чуть не опоздала иду с вами поговорить девчонки сейчас так смеялась звонит мне по ватсапу лена она блогер занимается тоже украшениями и вот она мне позвонила мы с ней по видео болтали она мне говорит люб я не понимаю почему у тебя так мало просмотров я не понимаю почему у тебя не прибавляются подписчики я вообще не понимаю ты делаешь такие украшения у тебя хороший канал душевный прямо для нашего возраста без интриг без какого-то дерьма я ей говорю я глена подписчики закончились в октябре прошлого года вот девочки вот я не знаю может кто не поверит у меня в месяц подписывалась по тысячи человек но все таки до 37 тысяч за два с половиной года у меня набралось и вдруг с октября прошлого года они прибавляются понемножку но у меня старых подписчиков удаляют я себе подписчиков не накручивала ничего не делала не покупала почему не смотрят непонятно удаляются комментарии лайки потому что мне уже люди писали несколько раз и у ларисы табашниковой такая же история солнышко пока пока и вот я ей говорю а гуленочка сейчас я тебе объясню как говорю советские времена если я встала в очередь за каким-то дефицитом то он передо мной закончится я переехала в мурманск ну знаете да какие раньше на севере зарплаты были да я переехала зарплаты просто упали и вообще начался бардак и развалился союз я говорю мало того я говорю когда у меня был жених во франции и меня все так спрашивали ну чего любовь николаевна поедешь во францию а я прям всем и отвечала да не поеду я жалко мне францию ведь если я перееду там что-нибудь случится или революция или еще что-нибудь ну вот смотрите переехали мы в крым да боже мой конец августа цены смешные ну еще которые при Украине были боже ой какие вещи продавались вот дураки да думали так всегда и будет турецкие прям ну красота три месяца прошло ну правильно я ж переехала свет вырубили на полтора года воды не стало и стали мы мыкаться тут ну вот скажите как это называется это знаете Марина моя все время такой я не знаю это анекдот или что это что такое мама с дочкой идут по лесу дочка и говорит мам говорят тут женщин насилуют а мать так вздохнула и говорит не с нашим счастьем дочка так что вот это про меня я уже не знаю что делать блин то ли плакать то ли смеяться ну вот какая-то да люди многие хвалят ну почему не смотрят почему нет просмотров ну вот такое ощущение как будто я в каком-то черном списке что ли не знаю что такое ну в общем короче говоря поговорили посмеялись ну все на этом а что ой устала я вот вроде чего я делала да сидела там ковырялась склеила домазала да а прям устала ну потому что наверное все же требует внимания и зрения которого уже нету ладно мои дорогие давайте всем здоровья чуть не сказала успехов в труде что-то я сегодня ой не могу никак остановиться ладно давайте пусть пусть все будет хорошо не грустите не болейте радуйтесь каждому дню ну это я обращаюсь к своим ровесницам пусть вас никто не обижает потому что я знаю наступил тот возраст когда становишься такой обидчивый причем по пустякам по каким-то или это у меня у одной может у вас не так у меня вот так вот давайте мои хорошие до завтра хорошего вам вечера и спокойной ночи и я пойду успокаиваться все я вас целую обнимаю пока пока мои дорогие